Всем привет! Сегодня в обзоре цепи Redverg. После некоторого времени пользования бензопилой возникает потребность в приобретении новой цепи. А для того, чтобы приобрести цепь для своей бензиновой или электрической цепной пилы, необходимо знать несколько параметров. Очень важных параметров, от которых зависит, подойдет цепь к пиле или не подойдет. Будет она пилить или не будет. И первый параметр, который рекомендуют знать все профессионалы, это шаг цепи. Но шаг цепи, не имея инструкции или подсказки на инструменте, невозможно определить на глаз. И поэтому определять тип цепи начинаем с самого простого параметра. Это количество ведущих звеньев. Для этого демонтируем цепочку с пильной гарнитуры, кладем ее на ровную поверхность и считаем ведущие звенья. Ведущими звеньями называются те звенья, которые скользят внутри шины. Не снаружи, как режущие, а именно внутри. Таким образом, первый параметр известен. Далее необходимо определить толщину этого ведущего звена, которое мы сосчитали. И для этого необходим инструмент штангенциркуль. И этим инструментом измеряется толщина ведущего звена. В бытовых условиях это, конечно, сделать бывает непросто. Не у всех есть штангенциркуль. К сожалению, линейка не всегда поможет для того, чтобы измерить толщину ведущего звена. Ну а третий параметр, который обывателю практически невозможно определить на глаз, это шаг пильной цепи. Он высчитывается очень сложно. От одной заклепки до второй делим напополам. Получается 0,325 либо 0,375. Это все в дюймах. Это очень все заумно и непонятно. Поэтому не надо заморачиваться. Нужно просто взять свою цепочку, приехать в магазин и подобрать аналогичную при помощи продавца. Либо прочитать в инструкции характеристики цепи и заказать точно такую же в интернете. Однако не стоит унывать. И зная маркировку цепи, вы можете легко подобрать ее в ассортименте Redverg. Тем более то, что маркировка цепи указана на коробке. 3 восьмых шаг, 1,1 толщина и 50 ведущих звеньев. В ассортименте Redverg есть две серии пильных цепей. Это серия NT и серия NT Nano. Отличаются они друг друга в первую очередь по цвету. Одна черная, вторая золотистая. И по некоторым техническим характеристикам. Ну а на витрине магазина их можно отличить по упаковке. Цепь серии NT, она в бумажной упаковке с таким вот окошком. А цепь серии Nano полностью пластиковой, тонкой и очень практичной упаковке. Общие в цепях Redverg следующие характеристики. В первую очередь, это еле заметная надпись Redverg на каждом соединительном звене. Но более существенно это хромированный режущий зуб. Это полированная заклепка и отверстие в ведущем звене. И это очень важное отверстие, так как в него попадает смазка, которая при движении протягивается по всей пильной шине, тем самым продлевает срок ее службы. Ну а различия между этими цепями всего два. И это два очень существенных различия. В первую очередь, это защитное покрытие цепи. Как я ранее говорил, у черной цепи оно стандартное, а вот у золотой цепи оно необычное. И это покрытие из нитрида титана. И именно это золотое покрытие вы могли наблюдать на сверлах по металлу. Второе существенное отличие это форма режущего зуба. На стандартной пильной цепи черного цвета форма режущего зуба полукруглая. Ну а на золотистой цепи Nt Nano режущий зуб имеет форму прямоугольника. И это позволяет делать более точные направленные резы. То есть в процессе пиления пильную шину и цепь не будет уводить вправо или влево. Но этот прямоугольный зуб есть только на двух типов шага пильной цепи. Золотой цепи. Это цепи с шагом 0,325 и 3,8 дюйма. Ну а теперь пару слов о врагах и о друзьях пильных цепей. И первый враг пильной цепи это тупость. Тупость хозяина в том, что он не затачивает пильную цепь. Нормально? Ну а тупость пильной цепи приводит к таким плачевным результатам. Цепочка просто не пилит. Цепочка растягивается, повреждает ведущую звездочку, повреждает ведомую звездочку. То есть она выводит из строя всю пильную гарнитур. Поэтому очень важно постоянно контролировать заточку цепи. Если она немного затупилась, то ее необходимо подточить. Определить это очень просто. Когда опилки становятся не квадратненькими, где-то по 5-3-5 миллиметров, а просто цепь не пилит и из нее идет пыль, то значит цепочка готова к тому, чтобы ее нужно точить. Следующий враг пильной цепи это абразив. То есть земля, песок, глина. Если пильная цепочка попадает в эту неблагоприятную среду, то она моментально тупится. Ну а третий враг пильной цепи это отсутствие смазки в пильной гарнитуре. Ну а для того, чтобы не прозевать заправку маслом для пильной цепи, необходимо вместе с заправкой бензопилы бензином обязательно заливать полный бак для смазки пильной цепи. Но исходя из вышеперечисленного, понятно то, что друзьями пильная цепь является заточка, чистка и смазка. Как и любая техника, любят чистку, ласку и смазку. Чтобы убедиться в качестве наших пильных цепей, мы их сдавали в лабораторию вместе с цепями одного известного немецкого производителя. И наши цепи показали идентичные немецким характеристики на разрыв. Лабораторные испытания показали то, что наши цепи рвутся при достижении 7908 ньютонов, а известные немецкие цепи разорвались при достижении нагрузки 7984 ньютона. Тем самым мы убедились в надежности наших цепей. Наши цепи забирали на тест независимые эксперты из журнала потребитель. И в этом тесте они успешно пилили древесину с гвоздями. После того, как цепочка успешно прошла испытание гвоздями, ребятам показалось мало, и они на древесину с гвоздями насыпали песок. И следующий рез цепочка также выдержала. Таким образом, перед вами в очередной раз уникальный продукт от компании Redverg. Ну а я с вами прощаюсь. Ровных, быстрых и безопасных резов со снасткой фирмы Redverg.